внимание вас записывает так решили начать новую книжку называется бог ищет человека автор книжки гешель всем цивилизованном мире эта книжка считается одной из базовых еврейской философии 20 века пытались сегодня учить с утра я забыл нажать кнопку записи и поэтому это достанется вам окей так а у тебя тут ты же тоже сделал там наверно состав с неправильным параллелом все объявления нет я вижу только постоянные друзья окей ну поехали ванна от смит боядут кишеля мы уже учили таскать это другая книжка на самом деле даже более популярная оригинал на английском есть на амазоне английский я знаю плохо я знаю чуть-чуть еще значит свое время я перевел лекцию дрора бонди посвященную творчеству гешеля очень интересная лекция выдает представление о том кто он что он откуда он пришел что она все хочет искать своим своей философии доказать и так далее давайте начнем читать дальше посмотрим он видит кризис еврейства он видит кризис иудаизма пытается понять в чем проблема самом деле как объясняет бонди это не только кризис иудаизма он видит себя большому счету человеком европейской культуры он получил образование в берлине он учился в европейских университет он видит себя человеком европейским и он воспринимает катастрофу как свое личное поражение не в том смысле что он видит себя жертву или свой народ жертвы это утверждение бонди он видит что европейская культура в целом потеряла потерпела сокрушительное поражение европейской культуры в принципе христианская культура что если после двух тысяч лет христианство может произойти то что происходило в германии то наверное есть какая-то критическая ошибка в самом ядре программы давайте скажем так и он ставит себе задачу или найти эту ошибку или найти какую-то глубину в религии которая была еще не достигнута скорее наверно можно сказать так где он ищет он ищет это в пророках в этом смысле он наверно немножко похож на в куку который тоже считает что возрождение еврейства придет из обращения к пророкам раф кук свое время свою очередь похож на светских сионистов которые тоже черпают как-то воодушевление из пророков возможно что это какая-то уцесская тупщая тенденция той эпохи окей открыть вопросы заново на углашими тамада хиллони это философия анти датит в дыхика траглея сила дат минахевра модернит в амад зоара принято обвинять светскую науку и антирелигиозную философию в том что религия как бы практически отверженное современное общество и свет ее перестал сиять павел ты можешь следить по-итальянски если я что-то не так говорю поправлю на самом деле можно обвинять только саму религию во всех ее поражениях религия солнце религии зашло не потому что она была опровергнута она превратилась нечто нерелевантное миша мемет скучная маяка тяжелая файла и пресная религия стала неинтересной человечество поэтому человечество оставило религию светская наука здесь не причем и светская философия тоже когда религиозные догматы полностью занимают место веры но кто следит за моими фейсбуками написал пару слов по поводу христианства и комментарии я уже даже не хочу на них отвечать комментирующиеся состязуются друг с другом кто лучше всего сформулирует догматы христианство гешев говорит что вот эта догматика она есть проблема что религия превратилась догматику место живой веры заняли догмы и соревнования кто лучше сформулирует догмы когда исполнение заповедей по привычке заменяет служение богу когда они не замечают кризиса наших дней вместо этого говорят о том как хороша была религия в прошлых веках когда вера становится чем-то что передается по наследству они источником живой воды когда религия говорит только от имени авторитета они от имени милости за месяц и науфах тогда ее месседж ее сообщение становится бессмысленным можно повторить еще раз что догмы заняли место веры привычка заняла место служения богу привычка заняла место любви не хотят замечать кризиса современности вместо этого предпочитают говорить о делах давно минувших дней вместо того чтобы говорить о том что такое христианство сегодня говорят о деяниях апостолов давайте это так обзовем до аналоги в иудаизме дома тоже может поискать знаю моя принципиальная позиция меня не интересует история религия для меня меньше всего это история принципиально мне по большому счету мне даже не так важно было дарование тор на горе синаи когда оно произошло сколько человек там стоит эта история история пусть занимаются историки меня интересует что такое удаизм сегодня релевантен ли он сегодня жив ли он сегодня дает ли он человеку ту энергию который человек ищет тот оптимизм который человек ищет догматический вопрос как меня в принципе не интересует когда-то наверно они меня очень сильно интересовали и по большому счету я пошел найти ответы на догматические вопросы очень сложно если можно вообще поэтому сегодня говорю меня интересует что такое удаизм сегодня он релевантен прекрасно но мне релевантен давайте искать что-то другое я думаю что то же самое относится и другим религиозным течением когда религия начинает говорить силой авторитета а не силой милости то религия теряет право на существование да ты от чувала чего-то вам укошили адам дальше он формулирует что такое религия с его точки зрения это религия это ответ на самые глубокие вопросы человека в том момент когда мы теряем интерес так называемых последних вопросах то религия становится нерелевантной и заходит в тупик последние вопросы зачем существует человек зачем существует мир что всевышний хочет от меня вопросы человек задает лиги это ответы на эти вопросы мусиматажные коричнево философично да от голодных адашта шейлот садат я чувала основная задача религиозной философии это открыть заново вопросы на которые отвечает религия дальше говорит о том что когда есть ответ без вопроса этот ответ звучит пустоте еще раз задача основная задача религиозной философии раскрыть заново вопросы на которые отвечают религия это исследование должно происходить как в проникновение глубину сознания человека и также углубляясь в учение и взгляды религиозной традиции мы должны сначала понять вопрос зачем мы сначала все должны понять вопросы которые отвечает религия теология как он дальше только задав правильные вопросы можем услышать и понять ответ я когда-то говорил о том что свое время пытался читать например соловичек еще дату сначала когда-то пытался читать раф кука и не шло почему не шло чтобы понять раф кука надо понять его вопрос очень многие говорят ну раф кук это сложно зачем так усложняет от хабарников можно это услышать пока ты не понял его вопросы ты не можешь понять его ответы до начала пойми из чего он исходит какие проблемы он пытается лишь то же самое относится к словечку словечек это еще сложнее это еще запутаннее все его диалектика и так далее опять же человек то не 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 задает себе эти вопросы он не может получить ответов из того что ему говорит словечек то же самое здесь нигать пока мы не задали себе правильные вопросы мы не можем понять ответ который религия на это дает чтобы он не задал мне есть на махшебот митой и есть на махшеботах есть мертвые мисли и есть живые мисли махшеба митая не мошелая левен мертвые мисли подобно камню шаадам шотель ва карка который человек сажает в землю ничего из него не вырастет живая мысль подобна зерну в талихах хашива чува в процессе мышления ответ у которого нет вопроса он безжизненный иногда интеллектуально человек слышит этот ответ это не проникнет в глубину его души иногда это становится частью знания суммы знаний человека она никогда никогда не станет созидающей силой таким образом Гешет начинает с того что современной религии не хватает вопросов есть ответы без вопросов ответы без вопросов по большому счету не имеют смысл В нашем поиске забытых вопросов важнее дух философского исследования и его методический путь, чем теология, которая представляется теорией, нормализацией, которая теоретическая, нормативная, историческая по своей сути. Если я правильно понимаю, он здесь сталкивает философию и теологию. Философия – это вопросы, теология – это попытки на них ответить. Дух философии, то есть дух вопросов, по-видимому, он важнее, чем конкретные ответы той или иной теологии. То есть, скажем так, применительно к иудаизму. Рамбам в XIII веке дал какие-то ответы, а мы сегодня можем дать другие ответы. То есть, ответы изменились, вопросы, скорее всего, остались те же самые. В Италии, а где эта философия? Можно сказать, что определить философию, как искусство задавать правильные вопросы. Философия – это не поток сознания, не поток мыслей, который стоит сам по себе. Но это один из главных признаков философии. Это четкое представление о проблеме и попытка дать на нее ответ. То есть, философия – это вопрос. Теология начинается с догматики, а философия начинается с вопроса. Философия видит, прежде всего, вопрос. В теологии есть ответы, изначально данные ответы. Хасидский ворд говорит, что Тот, кто верит, у него нет вопросов, а тот, кто не верит, у него нет ответов. Так говорит хасидская мудрость. По-видимому, Гешель считает иначе. Я предпочитаю соглашаться с Гешелем в данном вопросе. Теология – это ответы, философия – это вопросы. Но есть еще одно различие, очень важное. Философские вопросы или философские проблемы не только отличаются, не только не идентичны проблемам теологическим. Их статус отличен. В известном смысле философия – это мысль, у которой есть начало, но нет конца. Философские мысли, сознание проблемы продолжает существовать долгое время после того, как уже были найдены решения и даже, так сказать, когда найдены решения уже ушли из мира, устарели. То есть как бы у философии в этом смысле нет окончательных ответов. Ответы философии – это как бы ответы. Каждый новый ответ порождает целую систему новых вопросов. В религии, с другой стороны, тайна ответа парит под всеми вопросами. То есть сознание того, что мы знаем все ответы. Знание того, что у нас есть ответы на все вопросы, говорится, составляет суть теологии. Философия видит в проблемах универсальные какие-то сутьют вопросы. Это я не очень понимаю, что в религии универсальные проблемы воспринимаются как личные. Это я не понял. Так или иначе философия подчеркивает первичность вопросов, проблемы. Религия подчеркивает первичность человека. Что это значит, мне тоже не понятно. Фундаменталисты утверждают, что на все последние вопросы уже есть ответ. Философы, относящиеся к логическому позитивизму, не спрашивайте меня, что это такое, потому что я не знаю, считают, что эти вопросы лишены смысла. То есть те так называемые последние ультимативные вопросы. Или на них уже есть ответы, так считают фундаменталисты. Или вообще бессмысленно задавать вопросы, зачем человек живет на этом свете, например. Остаются люди, которые не разделяют высокомерие первых и не разделяют равнодушие последних. Ложные ответы, которые дают фундаменталисты, не отвечают на их вопросы. Попытка уйти от ответа с помощью какого-то логического выверта тоже их не устраивает. И они знают, что сам факт нашего существования уже ставит эти последние вопросы. И для таких людей, которые не удовлетворяются позицией фундаменталистов, с одной стороны и позиции позитивистов, с другой стороны, для них этот мебуха, этот тупик, который пробуждается вследствие этого сознания, собственного существования, это исходная точка для размышления. Вот такая вводная часть. Давайте немножко обсудим, потом попробуем пойти дальше. Пожалуйста, комментарии, вопросы, обсуждения. Единственная просьба, комментарии не очень длинные. К сожалению, я честно могу сказать, когда вижу комментарии больше, чем полторы-две минуты, я просто вырезаю из ленты. Поэтому имейте в виду, что я стою с часами и смотрю, кто сколько комментирует. Окей. Я очень коротко. Очень понравилось, ничего не понятно, но хочется прочитать дальше. Хорошо. Понял. Да, еще. Раф Ицхак, вот здесь, ну я вот прям зафиксировала, мертвые мысли и живые мысли. Окей. И вот по поводу живых мыслей говорил Ешуа, сеятель семя сеет. Вот это просто чудо. Окей. Окей. Кто-то может сформулировать одним словом, в чем Гешель видит основную религиозную проблему сегодня? Можно я скажу? Да, конечно. Я не знаю, в чем он формулирует проблему, но у меня создается такое впечатление, что стоит религия и показывает, вот у меня сундук с богатствами. Такие богатства, что даже я понять не могу. Напротив стоит философ и показывает сундук со своими трагедиями и говорит, у меня такие трагедии, что даже я их понять не могу. А бедный человек, который не философ и не до конца религиозный, он стоит посередине и ничего не понимает. Прекрасно. Окей. Идем дальше или кто-то хочет еще что-то сказать? Значит, идем дальше. Так или иначе, Гешель говорит, дело не в том, что у нас нет хороших вопросов. Но ведь, чтобы задать хороший вопрос, надо что-то знать, чтобы какие-то знания были у тебя, чтобы у тебя что-то родилось. Нет. Он как раз говорит наоборот, что само человеческое существование уже порождает то, что называется последний вопрос. Ага. То есть, наоборот. Что человек, поскольку он существует, он неминуемо задает себе вопрос, зачем я здесь. Ну да, это определяющий, да. И это не приходит из религии. Ну да, этот вопрос, он сам во мне живет, потому что я живу, и я хочу понять, да. Совершенно точно. Он может привести человека к религии, но когда человек приходит к религии, он получает догматические ответы. Да. И тогда человек говорит спасибо. А, спасибо, я пошел, да? Да, да, спасибо, это не тот ответ, который я искал. Вот то, что он здесь рисует. Все, понятно. Все, понятно, спасибо. В принципе, я не знаю, правомерную, так сказать или нет. Сейчас узнаем у Павла. Иудаизм, как говорится, как религия никогда не боялся вопросов. Есть такой ворд, который предписывается Ревхаем из Бриско, говорит, ломет имя акушья. От вопросов не умирают. То есть, позиция иудаизма всегда была, от вопросов не умирают. Рамбам в свое время задает вопрос, а что если философ, который исследует, например, единство Бога, да, концепцию монотеизма. И в процессе своего исследования он придет к каким-то еретическим выводам. Считать ли такого философа еретиком или нет? Рамбам говорит, нет. Он ошибся в философском исследовании. Не надо его за это бить камнями, побивать камнями. То есть, как бы, именно иудаизм – это религия очень толерантная к вопросу. Да, пожалуйста, Павел. Ну, я могу сказать о среднестатистическом христианстве. У христианства другая проблема. Он не только тебе дает ответы, он еще и утверждает, что знает, какие у тебя вопросы. И это гораздо серьезно. Я приведу очень короткий пример. Включайте секундомер, да? Да. Все нормально. У нас в Италии, у нас в Италии принято, что настоятели церквей какой-то территории, да, они в пасхальный период обходят всю свою пасху. Квартиру за квартирой, звонят двери, узнают там, знакомятся и все такое. Несколько лет назад настоятель отправил каких-то молодых таких рьяных христиан вместо себя, ну, территория большая. Они пришли к нам домой, ну, молодежь там лет 18-20. Им открыл мой сын, я стою в сторонке, хочу посмотреть, чем все это дело кончится. Они начинают ему говорить, вот ты же знаешь, что Бог тебя утешает. Мой сын говорит, ну, вообще-то да. Они говорят, вот когда тебя бросит девушка твоя. Мой сын говорит, у меня вообще девушки нет, о чем речь, какие проблемы. Вот ты увидишь, когда ты поругаешься с твоими родителями. Он говорит, я с родителями не ругаюсь, у нас прекрасные взаимоотношения. То есть такое, в определенном смысле, насилование человечества, насилование человечного, да, и религия дает ответы, но в рамках того, что она думает о человеке. То есть она не воспринимает реальных проблем. Ну, по крайней мере, в христианстве это так. Поэтому вопрос, как таковой, он не нужен. Вопрос уже записан в книгах, в догматике, в ответах. Вот так вот. Согласен, согласен. Ну, я думаю, что в иудаизме это тоже хватает. Ну, для этого мы здесь, чтобы понять, как задавать вопросы. Есть два типа мышления. Первый тип мышления называется понятийное мышление, наверное. Второе, ситуативное, наверное, мышление. Это истинно-мышление. Вот в канал это эдфоликты. Мехлогатом о чемпфликт, что соединяется в 19-м. А сейчас, пошла в новый конфликт, новый сфор, на мистер校 конфликт между Nauке и релеги, который был 19-м. В чем состоит этот спор? Между путем мышления, когда мы говорим о определенных понятиях духа, и между путем мышления, когда нас интересует состояние человека. Вероятно, первое, скорее, нечто достаточно абстрактное. То есть, или мы обсуждаем какие-то абстрактные духовные понятия, если я правильно понимаю, либо мы обсуждаем, как человек во всем этом себя чувствует. Хашивам усагит и акт рационали. Понятийное мышление есть рациональный акт. Бывода хашивама цабитка лэльгам хаваяпними. Ситуативное мышление, назовем его так, включает также внутренние переживания. Да, это вполне подтверждает, что первое мышление, оно абстрактное. Мы обсуждаем термины, понятия, конечно, эти догмы, да? Какие догмы более правильные, светские или религиозные, например. Во втором варианте мы пытаемся заглянуть внутрь человека, что переживает человек по поводу этих догм. Когда человек выносит приговор какой-то идеи, он сам стоит перед судом. Это хасидская идея, что вынося приговор другому, и выносит приговор самому себе, это идея большинства. Я где-то угешал еще раз встречал эту идею. Когда подходит формальное мышление, понятийное мышление, когда мы хотим расширить наши знания о мире. Если вам отца вид, ситуативное мышление необходимо, когда мы пытаемся понять вещи, от которых зависит сама суть нашего существования. Если я понимаю, в какую сторону он идет, религия – это слишком глубоко, чтобы давать на нее формальные ответы. Поэтому формальные ответы на последние вопросы на самом деле не дают никаких ответов. Еще раз последняя фраза. Ситуативное мышление необходимо, когда мы пытаемся понять вещи, от которых зависят самые основы нашего существования. Поэтому, когда нам дают формальный ответ, мы слышим, что мы не получили ответа. В атомную эру невозможно разговаривать о будущем человеческого рода, как если бы мы разговаривали о погоде, было бы ошибкой убрать из этой беседы, из этого дискурса страх, скромность, ответственность, которые являются или должны являться частью этого обсуждения, не меньше, чем сам атом. То есть мы не можем, так сказать, обсуждать вопрос ядерной энергетики или ядерного оружия, абстрагируясь от будущего человеческого рода. То есть это не может быть обсуждение чисто научно. От этого зависит наша жизнь, поэтому мы не можем говорить об этом, как о чем-то, что нас лично не касается. То, что стоит перед нами, это не только проблема, оторванная от нас, изолированная от нас. Но наше состояние, это часть этого. Мы полностью внутри этого. Мы должны исследовать ситуацию, нашу ситуацию в этом, а тогда мы можем понять проблему. Формальный мыслитель, мыслитель, который оперирует понятиями, понятийный мыслитель, он пользуется инструментами рихук ванитук, отдаление от отрезания. То есть он как бы абстрагирование, да, он фактически абстрагирует себя от проблемы, и чем больше он ее абстрагирует, тем лучше он может ее понять. Субъект, омэд, муль, объект, билти, талу. Субъект находится против объекта, и нет между ними никакой связи. Мафиним Шалгия Мацави, ситуативный философ, его инструменты это даага и нян, это забота и интерес. Ему это важно. Субъект обращает внимание на то, что он находится в такой ситуации, которая требует понимания. Фактически он создает такое впечатление, какую-то новую совершенно философию, он говорит, что вся предыдущая философия была философией логической, да, философией понятийной. И, наверное, поэтому она не смогла проникнуть в углубь души человека. И поэтому была катастрофа. Он говорит, мы должны создать новую философию, которая будет оперировать не понятиями, а ситуациями, состояниями человека. Решитажа хавшива Мацавид начала ситуативного мышления, ситуативной философии не в задавании вопроса, не в абстрагировании, или в плия, а в удивлении, в ира, в страхе, в ему уравуд, во включенности. Философ действует как свидетель. То есть такой ситуативный философ, он действует как свидетель, а не как бухгалтер, который, так сказать, занимается счетами своих клиентов. Если мы не влюблены, или если мы не помним ясно, что происходило с нами, когда мы были влюблены, то мы не можем ничего сказать про любовь. Творческое мышление пробуждается только, когда мы занимаемся вопросами, которые затрагивают других людей. Это не только когда мы занимаемся личными проблемами. Для того, чтобы решить проблему религии, человек должен видеть эту проблему как свою личную. Так же в отношении вопроса религиозной философии. Вопрос не в том, как достигнет человек постигнение Бога, а как мы достигаем этого. То есть в этой новой философии, если я правильно понимаю, которую предлагает Гешель, есть включенность, есть личность следователя, которая является частью общей картины. Немножко, может быть, напоминает какие-то квантовые идеи, что наблюдатель не может быть оторван от наблюдаемой картины. Боом и хам мог бы я тервь лос флеолам и норак цофе вина ца. Ну, точно он так говорит. На самом деле, если брать глубже, то философ никогда не смотрит со стороны. Хохмато, айна, муцар, шеевшайлы, яцер, алпи, азмана. Его мудрость – это не товар, который можно производить по предварительному заказу. Сфарави нам хелик миссифрута шейлота чувот. Его книги – это не часть книг, вопросов и ответов. Алланулит яхэс эль сфарав киилу мар от шеевишмиш таксим баятемшна нашим ахры. Мы не должны относиться к философским книгам, такого философа, как к зеркалам, которые отражают проблемы других людей. Мы должны видеть их как окна, позволяющие нам взглянуть в глубину души автора. Рау Гинсбург об этом говорит постоянно. Каждый цадик пишет книгу для себя. На самом деле каждый пишет книгу для себя и книгу о себе, немножко связанно с тем, что мы говорили сегодня утром, что каждый человек – это история, это сипур. Философ – это сипур, история. Философы не реализуют полностью свою силу и свои желания, но только тогда, когда они сами подвергаются влиянию своего творчества. Философ – это часть системы. Душа соединяется с собой только когда сердце шепчет. Философ – это силы, которые заставляют его трудиться, чтобы найти истину. Философия – это латинский, пожалуйста. Павел, что-то написано. Апология прос витасуа. Ктава гоналхая. Философия – это ктава гоналхая. Это защита. Это защита собственной жизни. Тут написано «Апология собственной жизни». Защита собственной жизни. Да, да. То есть философия защищает себя. Окей. Значит, что мы выучили во второй части? В первой части мы выучили, что проблемы религии находятся внутри религии, а не в науке или в современной культуре. Во второй части он говорит, что нам нужна новая философия, не философия понятий, а философия состояния человека. То есть философия, которая включает состояние человека и самого философа в рассмотрение. И только тогда, может быть, мы найдем ответы на те вопросы, которые нас интересуют. Комментарии. То есть получается философия вовлеченности, что-то такого рода, да? Вовлеченности. Классическая философия – это абстрагирование, а здесь вовлеченность. Ну, это очень религиозная идея, на самом деле, в самой сути. Такие аналогии можно найти. Есть, когда Мордыхай слышит о том декрете, который издал Ахашвереш, под влиянием Аммана, написано, он разорвал на себе одежду, он услышал, что произошло с ним. Есть стих, который говорит, кара-гу, произошло с ним. Он ощущал, что это произошло с ним. И он разорвал на себе одежду и так далее. И у Раби есть целая сиха, которая это комментирует. Люди, которые занимаются общественной деятельностью, скажем так, еврейской, они должны чувствовать, что это затрагивает их лично, а не как нечто абстрактое, а не просто какая-то абстракция. То есть это очень еврейская идея. Ну хорошо, у нас есть Авраам, который задает вопрос, зачем, так сказать, про Содомы. У нас есть Моше, который задает вопрос, зачем ты сделал зло этому народу. То есть вот, на мой взгляд, так сказать, примеры философов, которые вовлечены, и они смотрят на это как, так сказать, абстракт. Да, пожалуйста. А во время Седора не то же самое происходит? В смысле актуализации в какой-то степени, да? Что это не просто история выхода из Египта, но это мы сами выходим из Египта. Безусловно, актуализация, да. Потому что, да, в христианстве оно построено, ну, вот, богослужение христианское, оно построено на этом принципе. То, что называется литургия или месса, это актуализация события того, что произошло с Ешуа. То есть это постоянно подчеркивается, то, что, ну, и по всей видимости, вот эта традиция, есть единственная возможность, как бы не оторваться для религии, для самого религии. Не быть оторванным, не уйти в абстракцию. Ну, здесь он говорит про состояние человека. Состояние человека. Ну, тогда мы все должны чувствовать себя в Египте. Если я рассуждаю о каких-то великих проблемах, да? Окей. Я должен быть внутри этой проблемы, да? Так. Ну, это упрощенная мысль того, что он сказал. Если я переношу это на религиозный поле, то до тех пор, пока я себя не почувствую в Египте, не актуализирую это, не буду... Чувствовать это в кавычках. Я не знаю, как это выразить. Но пока я не буду сопричастен к какой-то степени, это все пустые слова. Вот я не уверен, что он говорит об этом. Почему? Потому что он говорит о последних вопросах. Я не думаю, что ультимативный вопрос, это вопрос про Египет, про Египет или вопрос еще про кого-то, он говорит, это вопрос обо мне. Единственный ультимативный вопрос, который я вижу, по крайней мере, первый ультимативный вопрос иудаизма, это Аека, где ты? Это ультимативный вопрос. Все остальное мы просто накладываем в тельные модели с тем или иным успехом, которые скорее уже являются религиозной догмой. Да, понятно. То есть получается, что философию и религиозную догму тоже можно легко спутать. Я говорю слово Египет, я попадаю в Египет, в религиозную догму, понимаешь? Да, абсолютно верно. То есть, скажем так, если это не мой внутренний язык, я не выхожу из Египта, а я наоборот попадаю в религиозную догму, пытаюсь разговаривать на языке, которого у меня нет. Но он говорит, что есть последние вопросы, которые, по большому счету, одинаковы для всех. И сначала мы должны еще раз говорить, вся идея, он говорит, мы забыли, как задавать вопросы. Это то, что ты говорил, что, так сказать, религия, современная религия, предлагает человеку и вопросы, и сразу ответы в одном флаконе. Он говорит, нет, вопросы ты должен задать сам. На своем языке. Внутренние твои вопросы. Скажем так, если братья Египет, то вот тот момент, когда евреи, ваиз-аку, когда евреи начинают кричать, это вопрос или запрос. То есть боль, которую они чувствуют, которую они не могут больше терпеть, это запрос, на который можно получить ответ. То, что мы сегодня с утра пытались обсуждать. Где-то хочется сказать, что религия просто ошибается вообще во всем по-крупному. В том смысле, что именно в своем догматизме она ошибается. То есть догматизм – это какая-то форма, да? То есть это попытка дать универсальный ответ в любом случае. Догматизм – это проблема. Я где-то читал, не помню где, что сама попытка того же Рамбама составить какой-то кодекс религиозных догматов, она подвергалась уничтожающей критике. Потому что в иудаизме никогда не было догматизма. Возможно, так сказать, это возникло в парламенте с мусульманами и так далее. Он должен был каким-то образом догматизировать иудаизм. Но это чуждое иудаизм. 13 принципов знаменитых. В свое время был урок Рава Гинзбурга, один из самых моих любимых уроков. Может, потому что он совпал с моим днем рождения, 3 или 4 года назад. Где Рав Гинзбург в пух и прах разбивает Рамбама и его 13 принципов. И вместо него берет Хастая Крескаса и говорит, что у Хастая Крескаса вообще была совершенно другая философская система. Больше того, он написал свою книгу для того, чтобы провернуть Рамбама и так далее. Я, когда это услышал, и возрадовалось в мое сердце. То есть догматика – это смерть религии. Да, пожалуйста, кто-то хотел что-то сказать? Да, я хотел сказать. Здравствуйте. Должны? Да. Ну, к сожалению или к счастью, но все ответы уже есть. Они есть в Торе Машаха. Она лежит открытая, но ее не умеют читать. Это как раз ядро ислама. Это 12 их принципов. Когда я открыл 13-й, соответственно, я автоматически перешел в иудаизм. То есть этот принцип звучит так. Есть Тора, и она неспослана через Можа нашего пророка. И нет другой Тор. И не будет. Вот она лежит открытая. Все. Я не понимаю. Я скорее бы сказал, что Цымцум – это вопрос, на который нет ответа. Это Раббинахма. Знаменитый Торан Аббинахмана, который говорит, что вопросы, на которые нет ответа, это вопросы из халал-пану, из пустого пространства. Я понимаю, что вот это пустое пространство, это Цымцум – это вопрос. У него есть ответ? Нет. Это Куран. Это Куран, который неизменно дошел от пророка Мохаммада до нас. Измену им видит. А вокруг него уже наплели столько сказок, и прежде всего антисемитских. Это страшная вещь. Это уже случилось в 1200-х годах, после того, как Тору поправил Рамбан. Ну, мы же не мусульмане. Здравствуйте. Нет. Еще раз скажу. Автоматически мы мусульмане. Ну, просто не знаем об этом. Вы хотите, подождите, вы хотите сказать, что Рамбан взял все принципы Мохаммада и добавил еще один? Нет. Он не взял, как раз в спорах родилась истина. Как раз Тора выпрямилась. Так получилось. Слово. Интересно. Но я хочу сказать другое. Я хочу сказать, что если ты говоришь, что нет вопроса, это значит, что нет мира. Если мы говорим, что цимцум и халальпану и пустое пространство, этот первичный вакуум, это вопрос. Если ты говоришь, что нет первичного вакуума, это значит, что мир не существует. Существует Тору. У этого достаточно. Нет. Достаточно. Это самодостаточно. Вопрос, как ее понимать. Но можно толковать в этом и безграничной, есть вот этих вот ключей. Еще раз говорю. С точки зрения открытой Торы возможности и управы. Но с точки зрения хасидизма мир – это вопрос. Глубина мира – это вопрос. Глубина Бога – это вопрос. Такой парадокс. Да, это парадокс. Ничего там страшного, когда человек понимает, что это парадокс. Он дальше живет. Он взросил себе жемчужину внутри, и вот эта жемчужина помогает ему. Если он дальше живет, так это философ первого типа, который оперирует понятиями, а не философ второго типа, для которого это личное переживание. А мы как раз хотим философию второго типа, когда это внутри нас, когда этот вопрос не дает нам жить, когда этот вопрос жжет нас изнутри. но ответа на него нет. Ну, этот человек и должен понять, что ответа на него нет. Все правильно. Ну, и жить дальше. Если его интересно, Тор, он живет по Тору. Если он продолжает жить дальше, значит, он умер. А если он не может продолжать жить дальше, значит, он живет. Нет, он продолжает изучать Тору, это бесконечный процесс, человек должен это понять. Но именно Тору, а не что-то другое, какие-то промоездения. Мы говорим о разных вещах. Да нет, Тору первичный. Ну, все интереснее и интереснее становится. Рафикер, это просто бедесно. С этим надо поспать. Что так же, как Бог, можно так сказать, что мы говорили об этом утром, так же, как Бог, это постоянно звучащий вопрос. Наверное, человек, подобный Богу, это тоже постоянно звучащий вопрос. И когда от человека отобрали эту привилегию богоподобия задавать вопросы, то человек умер. Да нет, пусть задает вопросы, любой человек имеет право задавать вопросы. Это одно из принципов в Данис. Шера Бейну начинает свою карьеру с вопроса. Зачем ты сделал зло этому народу? Раша на него обрушивается и говорит, что такой-сякой Маше вот про отцы не задавали вопросов, а ты задаешь вопрос. Шера Бейну хочет дать нам Тору основное содержание которой это цимцум и маком пануй, это тьма, которая выше, чем свет, а это вопрос, на который нет ответа. Но можно по-другому понять. Можно? Пожалуйста. Как раз и нет проблем, что вопросы можно задавать. Но они должны быть в Торе. Они там всегда есть, и человек должен это понять. И в этом его интерес к Торе. Но если он не верит в Торе, это его проблема. вы понимаете, то, что вы говорите, это прекрасный пример того, что пишет Гешель, что религия превратилась в догматику, и поэтому люди не хотят быть эрегиозными. Вы говорите какую-то догматику. Я прекрасно это понимаю, но я вижу эти два озера таких достаточно страшных. То есть иудаизм, и мусульман. я понимаю, что это в Газе рано или поздно назреет их оредим, и они как-то друг к другу уравновешивают. Вот это меня погодит. Я ничего не знаю про мусульманство, поэтому мне трудно о чем-то говорить. Не то, что я оттуда вышел, я как бы сохраняю связи, то есть к 12 заповедях добавилось, 13 это как раз прекрасно. Это открытие Цинцума, или как это можно назвать. Прекрасно. Окей. Ну, там есть свои, так сказать, жестокости, как иудаизм, в классическом, которые люди не понимают, но они все понятны, оправданы, и здесь нет никаких непротиворечий. Тоже есть суд, и суд должен быть по Торе, но у них нет Торы, они уже придумали кучу своих построений, там страшных, не страшных, не важно, я не буду это рассказывать, я точно то уголь. Мы, кажется, отвлеклись от нашей темы, давайте все-таки ближе к уроку. Ну, мне кажется, что это все упирается, вот эти учителя, они уже после Рамбама ничего нового не могли открыть, все уже сделано, то есть, вот оно, и это все варилось в собственном соку, пока не появились там оставшиеся праведные мамы, и последний мушах Рэбе. Все, вот ответ, вот есть Рэбе. Ну, Рэбе открыл книги для всех, не с вами только, на самом деле, Куран, но он защищен внутренним императивом, то есть, им никуда не деться от мусы, муша, как они его называют. Я еще раз говорю, давайте мы вернемся к теме нашего урока, так сказать. Не, ну, я просто с вами не выслушал. Суждение мусульманства мы, наверное, спрашиваем. Но без этого вот, к сожалению, не обойтись. Будьте добры, давайте будем личностную философию учить, будем учиться личностной философии. Да, об этом он говорит. Окей. Да, окей, спасибо большое, Раби. Окей. Еще кто-то хочет прокомментировать? Еще раз говорю, я считаю, в этом смысле надо сказать спасибо Александру за его обсуждение, что цим-цум это вопрос. Да, на него нет ответа, человек должен это понять, он должен вот эти правила в повседневной жизни, скажем так, а если родители его направили вот по этой колее, ну, не знаю, ну, наверное, все-таки это вот как раз вот эта вот узкая пирамида, которая вышла. Вы не слышите, Александр, еще раз говорю, если этот вопрос не звучит во мне, то это значит, у меня нет вопроса. Если у меня нет вопроса, я не человек, вот все. Спасибо. Логично. Давайте продолжать учиться. Логично. Давайте будем продолжать учиться. Спасибо большое, Рафицхак. Спасибо вам. Да, спасибо. И до завтра, я думаю. Да. Спасибо всем. Окей. Всем спасибо. Спасибо большое. Да, все хорошо.